Переводя это на язык того, что я говорил раньше, речь идет о влиянии фактора масштаба уже на совсем небольших относительно размерах. И тогда получается, что можно выделить предположение, что если у нас так сильно влияет фактор масштаба, то не исключен вариант, что размеры египетских пирамид вызваны нестремлениями гигантомании, а именно влиянием фактора масштаба. Меньше нужного размера, необходимые эффекты просто не появляются. И тогда, как бы, вследствие этого предварительного предположения приводит к идее, что заниматься созданием здесь пирамид, при всей дорогоизме подобных экспериментов, это может быть нецелесообразно. Целесообразнее все-таки использует то, что уже построено. И, конечно же, продолжить исследование геофизических особенностей, поисков вариантов анизотерапии, непосредственно на месте. Тем более, что опуск в этом направлении уже есть. И понятно, как обходить ограничительные барьеры. И понятно, что приборы должны быть компактными, поскольку приходится обходить полицию. И это очевидно, что устройства должны быть маленькими, потому что вы должны получать контакты с полицей. Вы должны использовать опыт Сергея Сефара или подобных людей. Вы должны использовать опыт Сергея Сефара и людей, как его. способных не очень забраться на тирамиду. ...вот. Но, как бы, в целом-то, в принципе, понятно, что это можно сделать. И я хотел бы сейчас совершенно коротко остановиться на том, что хотелось бы дальше видеть в этих экспериментах. И самих подходах. Дело в том, что, на мой взгляд, геофизические исследования, которые были проведены, обладают серьезнейшими недостатками. Они, во-первых, совершенно не оперативны. И используются, честно говоря, достаточно громоздкие оборудования. Сейчас есть более компактные аналоги. И, кроме всего прочего, анализ получаемых данных проводится... Используемый метод — это метод Fourier-анализа. Я, скажем сам, сталкивался непосредственно с вейвлет-анализом. Но по тем публикациям, которые мне попадались... Я скажу по выводу, что это, по крайней мере, так анонсировано в этих статьях... Что вейвлет-анализ позволяет выявить гораздо больше резонансных частот. И там, где Fourier-анализ выявляет всего две-три частоты... И там, где Fourier-анализ выявляет всего две-три частоты... А поскольку у нас стоит... В этих экспериментах стоит задача... Разобраться, что за резонансные частоты возникали... Что может иметь отношение непосредственно к взаимодействию с физическим пространством времени... А что порождено совсем другими эффектами... То, естественно, чем больше частот вы выявили, тем лучше. И немножко просто вернувшись, опять же, самим египетским пирамидным древним строителям... Могу, как бы, высказать версию, которая просто чуть-чуть, да... Которая, на мой взгляд, лежит в росте всех предыдущих рассуждений, но не имеет никаких доказательств... Медумская пирамиды представляет собой попытку строителей найти необходимый размер... ...поэтому она многократно достраивалась и увеличилась размером... ...поэтому она не была построена, но новые поршения были добавлены к ней... Ломаная пирамида являлась попыткой... ...подобрать наиболее эффективный угол... ...либо одной пирамиды, связанной с физическим пространством диаметрии... ...либо другой пирамиды... Тем более, что здесь система из двух... ...две системы камер, которые явно одна относится к верхней части пирамиды, другая к нижней... А пирамиды на плато Гиза — это вариант уже окончательной, тщательной достройки... ...в смысле, тщательного юстирования вот этих установок... ...и даже отклонения углов от того, что наблюдается вниз вверхогенки... ...и углов наклона грани... ...углов наклона грани... ...на самом деле, по-моему, даже наоборот, говорит в пользу этой гипотезы... ...поскольку ни один прибор не работает строго по теории... ...и требуется дополнительная настройка учитывающая... ...эффективная настройка учитывающая эффекты второго, третьего более высоких порядок... ...эффективные эффекты второго, третьего и так далее... ...надеюсь, я вас не упомянул в своей фантазии... ...смех! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok